Один из ключевых видов, на которые мы ориентировались, это классическая фотография собора Александра Невского, на которой мы видим, что сквер существовал всегда вокруг собора, просто он перенесен, оказался на новое место. Вот такое счастливое историческое совпадение. Мы видим, что там располагались клумбы, цветники, гуляющая публика. Собственно говоря, он тоже был в начале, когда-то, ровно 100 лет назад, чуть больше. И, собственно говоря, один из видов, который мы сейчас воспроизводим, и для этого создаем все условия, тот же вид, но уже 1921 года. Предполагается, что здесь можно будет иметь очень много разных активностей. Я уже упоминал, амфитеатр, это концерт, это лектория, это библиотека, открытая по принципу кроссинг, обмен книгами. На всей территории сквера будет устроен беспроводный интернет по системе Wi-Fi. Всегда можно будет прийти, зарядить свои гаджеты, поскольку будут устроены зарядки. Будут вот в этих перголах, их две, тоже ориентированы на собор, будут устроены шахматные столы по скамьями, ну, с теми же розетками, да. То есть, по сути говоря, это и место общения, место интеллектуальных игр, это место, буквально можно такое, скажем, вынесенное рабочее место. Можно с компьютера сидеть здесь в райском саду, напротив цветущих яблок, и, собственно говоря, заниматься своей работой даже, вот таким образом. В целях там создания микроклимата, просто для украшения этой территории, значит, создан еще фонтан 12 струй, я условно его называю 12 апостолов, напротив северного фасада, вот, по принципу сухой фонтан. Что еще хочется сказать? Ну, да, для того, чтобы был цивилизованный, в том числе, извиняюсь, мы создали еще общественный туалет, блок-модуль, который, в том числе, принимает платежи электронными картами. То есть, все на очень высшем уровне сделано здесь.